Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. В Кремле составилась встреча президента России Владимира Путина с главой Карачао-Черкесии Рашидом Темрезовым. Руководитель региона доложил главе государства о текущей социально-экономической ситуации в Карачао-Черкесии и планах на ближайшую перспективу. Президент поинтересовался, за счет чего республика демонстрирует рост промышленного производства и инвестиционной активности. Ну и промышленное производство, в том числе и строительные материалы, цемент, известь. За счет этого мы там подросли, у нас был определенный спад. К сожалению, наблюдается в строительстве спад, но мы его подтянем, хотя у нас абсолютный рекорд по вводу жилья. Поэтому здесь у нас спад за счет дорожного строительства, но его реализации и всех национальных проектов, которые мы их неукоснительно выполняем, вводим все ваши поручения. У нас более 170 объектов. В этом году мы строим и инженерные инфраструктуры, и школы, и больницы, и спортивные объекты, и объекты культуры, здравоохранения, образования. Надо, конечно, обратить особое внимание, имея в виду, что объекты социальной инфраструктуры, конечно, требуют реконструкции многие, внимательного отношения к ним. И, конечно, новое строительство нужно обязательно. Ну, конечно, вот то, что ваше поручение по капитальному ремонту образовательных учреждений, школ, это, конечно, очень серьезное подспорье. 24 объекта, и на самом деле, в основном, это не только городские, но в основном, это, конечно, сельские населенные пункты. Конечно, оно изменяет и качество жизни населения людей. Но в этом направлении мы работу ведем достаточно серьезно. Конечно же, на прошлой встрече вы давали поручение обращать внимание на инфраструктурные бюджетные кредиты. Мы очень активно с правительством Российской Федерации. Получается, получается. Действительно, это такой для нас рывок в развитии инвестиционного, в том числе. Министерство экономического развития одобрило кредит для инженерной инфраструктуры, вернее, программу. Также, во исполнение поручения председателя правительства Мишульсина Михаила Владимировича, мы создаем модель экономического развития. В эту модель входят проекты прорывного характера, как мы их называем, общей стоимостью 160 миллиардов рублей. В различных отраслях, это и туризм, в том числе, который мы также активно разогреваем, это и промышленное производство, сельское хозяйство. Это позволит нам создать около 10 тысяч рабочих мест. Я вам на прошлой встрече докладывал, что у нас задача до 2025 года создать 3,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Вводимые объекты нам уже досрочно дадут такие результаты. Владимир Владимирович, если говорить о социальной сфере, хотел бы еще раз выразить вам слова благодарности за выплату, доплату семей с детьми от 8 до 17 лет. Это очень серьезное подспорье для семей, для социального самочувствия. И у нас много региональных мер поддержки семей с детьми. Поэтому в этом плане работу ставим для себя как одну из самых основных. Цепочка, которую мы достраиваем от беременности женщины до 17-летия, она тоже должна поддерживать вся семья. Да, это однозначно, конечно. Спасибо большое. В ауле Эрсакона Дагихабльского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения открыли новую врачебную амбулаторию. Это стало знаковым событием для района с торжественной церемонией Альбина Ламкова. Для жителей аула открытие врачебной амбулатории стало настоящим событием. Люди радуются искренне. В день торжества всем гостям были представлены музыкальные номера. Еще прозвучало немало поздравлений и пожеланий как медработникам, так и жителям Ады Эхабльского района. Новая поликлиника будет обслуживать не только население Эрсакона. Аул в районе служит географическим центром, поэтому в новом учреждении будет обслуживаться еще 12 населенных пунктов района. В самом Эрсаконе проживает почти 2500 человек. Главным направлением в медицине является профилактика. И президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет приоритетное значение, внимание именно этому направлению, развитию первичного звена. Строительство новой врачебной амбулатории стартовало в середине 2021 года. А началось все с обращения к главе республики Рашиду Тимрезову на странице его соцсети. Жители Эрсакона рассказали о том, что в ауле есть старенькая амбулатория, которая функционирует почти 40 лет, а износ здания составляет более 80%. Новый объект площадью 200 квадратных метров рассчитан на 75 посещений граждан в одну смену медучреждения, оснащено современным оборудованием. В здании есть все необходимое оборудование для первичной помощи. Тамбур ожидально, два кабинета педиатра и терапевта. Тут палата дневного стационара и кабинеты КГ, процедурная и прививочная, санузел, гардеробное помещение для хранения лекарств и грязного белья. Смотровой кабинет медработники ждут с радостью пациентов, чтобы оказать качественную медицинскую помощь. Больных пациентов принимают как к своих родных. Обращаются очень вежливо. Спасибо им тоже, всем нашим медработникам. Доступная медицинская помощь, она стала действительно ближе к народу. Хотелось бы пожелать и жителям села, и медперсоналу, чтобы все-таки посещали нас больше с профилактической целью, ежели по заболеваниям. Также для местных жителей Ирсаконского сельского поселения обеспечена оптимальная транспортная доступность социально значимого объекта здравоохранения, что также отразится в качестве оказания первичной медико-санитарной помощи. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыхабльский район. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжаем выпуск. С Карачаево-Черкесией можно познакомиться и в Москве. К столетию республики на станции Воробьевые горы открылась выставка, организованная постоянным представительством совместно с Департаментом транспорта столицы и Министерством культуры нашей республики. Репортаж Светланы Шагановой. Выставочная экспозиция знакомит москвичей и гостей столицы с культурой и традициями многонациональной Карачаево-Черкесии. Представлены старинные предметы быта, национальные костюмы, музыкальные инструменты, работы мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства художников и дизайнеров республики. Так интересно, люлька такая я вообще никогда не видела. Я думала, может, это какое-то сидение, но оказалась люлька. И вообще много очень интересных экспонатов. Очень захотелось посетить данную республику и никогда там не была. Очень понравились костюмы национальные, женские. Сейчас вот инструмент очень заинтересовал, деревянный, видно, что старинный. Очень здорово, что такие выставки устраиваются. Очень приятно, что и гости столицы, и жители могут познакомиться с особенностями других народностей Российской Федерации. Здесь можно увидеть деревянные лыжи советских времен, альпинистские кошки и другое снаряжение, которое по праву можно назвать раритетным. А также работы известных фотографов с самыми живописными уголками республики, которые предоставляют широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Очень прекрасные экспонаты. Тут и про альпинизм, и народный быт, и также дань памяти Великой Отечественной войне. В связи с этим, значит, у меня теперь есть же огромное желание посетить эту республику, пофотографировать эти красоты, пополнить свой альбом и порадовать людей замечательными снимками. Круглые прозрачные тумбы-витрины установлены прямо на платформе станции Воробьёвы горы. И рассмотреть экспонаты сможет каждый пассажир московской подземки. Особенное достоинство выставочного пространства состоит в том, что за месяц работы выставки более 300 тысяч пассажиров в метро смогут познакомиться с культурой Карачаева-Черкесии, её природными богатствами и историей, просто оказавшись на станции Воробьёвы горы. Выставка продлится до конца января. Светлана Шаганова, Вести Карачаева-Черкесия. В канун Нового года главный зимний волшебник Дед Мороз получает тысячи и тысячи писем из разных уголков нашей страны. Восьмилетний Семён Коваленко из Черкесии – один из тех, кто загадал заветное желание и в конверте отправил его в Великий Устюг. А потом случилось чудо. В силу детской мечты поверила и Фатима Даурова. Детская мечта – это что-то сокровенное, тайное и желанное, когда ещё веришь в Деда Мороза и новогодние чудеса. Поэтому именно в них есть огромная сила, незыблемая вера в то, что она обязательно сбудется. В этот Новый год Семён Коваленко пожелал, чтобы Дедушка Мороз помог ему встретиться с настоящими служебными собаками. Любовь к ним проявилась уже с малых лет. За исполнение детской мечты взялись сотрудники кинологической службы Управления Росгвардии России по республике, к которым сегодня в гости отправился наш юный герой вместе с мамой. Кинологический городок встретил Сёму громким лайм своих постояльцев. Собаки не привыкли видеть новые лица у себя дома, поэтому реакция на гостя была слегка возбуждённой. Очень скоро Семён привык к игривому настроению четвероногих. Первое знакомство состоялось. Теперь время заняться обедом. Вместе с кинологом Зауром Бастановым он распределяет необходимую норму корма для каждой собаки, не забывая в ходе дела задавать интересующие его вопросы. А вот собак в день этого хватает? Сколько раз этого кормишь? Собак мы кормим два раза в день. Утром кормим, потом выгуливаем, потом вечером ещё раз кормим. Этого им хватает на сутки. К кормлению служебных собак кинологи относятся очень серьёзно. Рацион должен быть насыщенным и разнообразным, богат витаминным комплексом. Специальный сухой корм полностью подходит по всем стандартам. Наверное, поэтому питомцы с таким нетерпением ждут время обеда и с большим аппетитом быстро сметают свою порцию. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается – нет, не поспать, как мы привыкли, а на тренировку, точнее отработку специальных навыков. Каждый день этому занятию уделяется определённое время. А сегодня в роли дрессировщика выступил Семён. Его новый друг Зевс по профессии разыскник. Он точно определяет наличие любого взрывчатого вещества. Характер бельгийца суров в деле, но сегодня игривость взяла вверх. Ребята нашли общий язык. Новоявленные друзья вместе отрабатывали элементы. Команды молодого кинолога Зевс выполнял весело и с азартом, чему Сёма был несказанно рад. Собака очень такая энергичная, много бегает, кружится. А что тебе больше всего запомнилось? Больше всего запомнилось, как она залезала на такую длинную лесенку зелёную и как она перепрыгнула стенку. Спасибо огромное Изауру Робертовичу за такую встречу. На такую экскурсию с ним я её никогда не забуду. Прежде чем повзрослеть и постепенно обрастать с серьёзностью взрослого восприятия мира, где чудеса укладываются в характеристики новых гаджетов и количества валюты в карманах, Семён Коваленко смог погрузиться в атмосферу волшебства. Кинолог, служебная собака и ребёнок, у которого исполнилась мечта. Новый год – это время чудес, и мы рады исполнять мечты детей. Сёма, тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Приходи всегда. Я к вам буду всегда приходить. Фатима Дурова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова